Доброе утро! Какой-то внедорожник, какие-то 400 килограммов и так далее. Вот силовой экстрим для вас, это все-таки спорт или вид шоу? Ну, на мой взгляд, это спорт для спортсменов, да? А для тех, кто на это смотрит, это, конечно же, это больше шоу. Ну, а если вот смотреть в общем, каким-то видом спорта вы наверняка занимаетесь, ну и занимаетесь профессионально? Да, ну, по большому счету для меня, я говорю, для меня это и есть спорт, но, допустим, очень мало людей приходит сразу в силовой экстрим. То есть изначально все равно у людей есть какая-то база, да, это либо пауэрлифтинг, либо тяжелая атлетика, кто-то из борьбы приходит. То есть обязательно какой-то силовой вид спорта должен быть в базе уже изначально, при том там на уровне, желательно, мастера спорта хотя бы. Ну, так хотя бы. Хотя бы, да, чтобы в силовом экстриме показывать неплохие результаты. Ага, ну вот участие в подобных соревнованиях наверняка для вас не впервые, правильно? Да, да, конечно. Какие результаты были уже показаны, вот, допустим, или это вот для вас победа вот именно в этом, в этих соревнованиях, ну, прям вот такой хороший результат? А вы знаете, на самом деле победа в этом соревновании, как оказалось, очень хороший инфоповод получился. То есть давно не было столько внимания со стороны СМИ. Ага. А на самом деле до травмы, вот я травмировался в 2018 году, до травмы я выигрывал и международные турниры, и всероссийские. То есть, ну, достаточно большой уже багаж побед и призовых мест. Ну, вот три года у меня был перерыв после серьезной травмы, и вот в прошлом году я, кстати, вернулся на соревновательный помост примерно на таких же соревнованиях, на турнире «Самый сильный человек Югры». Здесь как раз проходил в городе Мегионе, вот, и уже второй год, как после травмы, потихоньку набираю обороты и выступаю. Вот этот сезон, кстати, был очень активный в плане выступлений. То есть я все лето выступал, и за последние два месяца это уже десятый турнир. Это очень часто. Ну да, это очень часто. Силачи на чемпионате состязались в нескольких, да, дисциплинах. Вот что за дисциплины были? Какие из них давались ли вам, допустим, ну, очень, давались вам очень легко, а над какими-то пришлось там, ну, попотеть? На самом деле все дисциплины уже были знакомы, все я их выполнял и на соревнованиях, и на тренировках. Но таким сюрпризом небольшим была окантовка покрышки. Во-первых, покрышка была не, как всегда, нестандартная. То есть она была больше по весу и больше по диаметру, что усложняло ее подъем. Плюс прошел дождь еще накануне, намочил покрышку, и она стала очень скользкой. То есть когда мы ее подхватывали руками снизу, руки как по маслу соскальзывали, и, в общем-то, многих это и подвело. То есть у нас половина атлетов не справилась вообще с этой дисциплиной. А многие потеряли много времени. Вот эта дисциплина была самой такой проблемной в этом турнире. Где тренироваться? Где тренироваться человеку, который может запросто поднять покрышку от Белаза, там 400 килограммов, просто так же поднять? Я наверняка уверен, что там, где вы живете, знаете, всегда есть парковочное место. Потому что если его нет, то спокойно так взять и перенести чью-то Жигулю просто и поставить где-то рядышком. Тот, кто неправильно припарковался, да? Да, да. На самом деле тренироваться есть проблема в том, что в обычный фитнес-клуб, конечно же, не пускаются своим оборудованием, потому что оно очень громоздкое, очень тяжелое, и нужно специальное покрытие для того, чтобы тренироваться. Поэтому, да, здесь у нас бывают трудности, приходится изыскивать различные варианты. Ну вот мне повезло, я работаю в спортивном центре здесь, в Мегионе. В общем-то, руководство центра пошло навстречу. Я максимально обезопасил все свои снаряды, чтобы покрытие не портить. Вот, и так потихонечку один здесь тренируюсь. Хорошо, ну вот силовой экстрим, наверняка это тяжелая музыка, какой-то, я не знаю, металл, какой-то ракешник. И вот спортсмены, ну практически у всех спортсменов есть какой-то никнейм, так называемое прозвище. Вот у вас есть какой-нибудь там, я не знаю, Дуэнс Калатом или какой-нибудь там... Да, за мной закрепилось уже на протяжении, наверное, пяти или шести лет выступлений прозвище «Танк Т-34». Т-34? Почему? Ну, я на самом деле сам для себя выбрал такое прозвище. Почему? Ну, меня спросили, вот, как тебе объявить на соревнованиях однажды в Сургуте. А я возьми, да, и скажи «Танк Т-34». Ну, то, что пришло первое в голову, а потом уже подумал, а почему, собственно, танк. Ну, во-первых, символ победы, а во-вторых, танки грязи не боятся. Это точно. Ну, что же, примите от нас поздравления в победе, конечно же, с победой в этих соревнованиях. Самое главное, конечно же, хочется пожелать развиваться дальше и без травм. И спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Вам спасибо и хорошего настроения.